И чтобы солнце зараза варялось и трепет было олень. Потому что мы можем упасть в реку. Вас святая Библия Боба и Боя с Киева. Все гусучно, хлопцы. Хотел сказать, что в этой местности люди очень верят в Бога. И делают это не просто на словах, а на самом деле почитают и любят Господа Бога. Вы можете это увидеть по находящемуся даже вот такому кресту дороги. Не успел я еще отойти от этого крестика. Как виднеется, вон уже еще одна каплычка, они тут называют ее. Такие вот места, где можно помолиться, остановиться, подумать о Боге. Полезно, друзья, я вам скажу. Полезно. Потому что, когда ты понимаешь, что все, что мы видим вокруг, создал Господь Бог, или это сделано с Его позволения, то понимаешь, что ты просто творение. Да, ты творец, но ты в первую очередь творение. А вот чье творение, это надо знать, друзья. Это нужно знать. Ну и выбирать, кому ты хочешь служить. Либо как овечка идти за Богом, за Иисусом. Либо сами знаете, за кем еще можно идти. А если не знаете и никогда не думали об этом, то задумайтесь, друзья. Потому что жизнь очень короткая. Ну просто очень короткая. Еще недавно, я помню, мне было 7 лет. Друзья, а сейчас вы можете видеть перед собой, как на ладошке, эту часть гор. Театр такой крытый. Футбольное поле. И знак, на котором написано, что вот там по стрелке находится дом, в котором жил Иван Франко. Это очень известный украинский деятель. Кто не знает, почитайте о нем в интернете. Вот этот сам дом, вот видео о нем выскочит вот тут вот. Из прошлого года. Такой тут сделали музей. Просто. Ты отсюда, ты местный? Да. Как тут тебе живется? Добрый. Добрый живется? Угу. А где ты живешь? Я там у того великого буденка. Прямо близ музея? Да, близко. Передашь что-то ребятам? Да. Приезжайте сюда, тут очень классно. Горы есть, есть хата граждан, есть музей, есть клуб, есть певочное поле, стадион, много всякого. Есть магазины, школа. Давай пять. Как тебя зовут? Матвей. Матвейчик. Вот такого мальчишку я встретил. Ты куда идешь? Я иду до своего батька. До своего батька? Угу. На работу. Ага. Понятно. Ну, увидишь себя в ютубе? Добрый. У тебя есть? Компьютер или планшет? Да, я ноутбук. Ноутбук? Угу. Ну вот, я тебя потом покажу где найти, посмотришь. Так что приезжайте, друзья. Приезжайте. Я уже почти дохожу до супермаркета. Вот ребятишки уже бегут к своему другу Матвею. Добрый день. Привет, ребята. Привет. В ютуб снимаем. В ютуб снимаем. Сколько подписчиков? Да, пока не много. Пока не много. Ви лучше передавайте привет всем. Привет. Привет. Расскажите, что тут у вас? Как дела? Нормально. Я понял. Чекаете вы завтра туристов или нет? Приезжаю. Приезжаю. Приезжаю? Да. Что вы сегодня делали? На стадионе делали. Гуляли в футбол? Да. Понятно. А я в супермаркет приезжаю. Ага. Хочу что-то холодное выпить. Пиво? Нет. Может и пиво, но безалкогольное. Ага. Я был тут в том году со своим сыном. Добрый день, увидимся. Добрый день. Какой у вас канал? Богдан Приходько называется. Богдан Приходько. Давайте, ребята, пока-пока. Пока. Сейчас все село будет идти. Вот такой был маршрут. А что, когда наводнение было? Страшно было? Дуже. Дуже? Дуже. Там около клуба было колено. А на стадионе там было, короче, упаясь водой. Да ты что? Так повыходила речка, да? Вот это тоже вода до сюда дошла? Да, да. И мостик где-то снесло. Видите, короче, там было снится и все снесло. Там на стадионе то прибирали все. Да. Тебе страшно было, да? А что ты делал, когда было страшно? Ничего. Сидю в хазе. А Богу молился? Угу. А что сказал? Казал, допомогу, чтобы не было затопа. Да? И что допомогу? Да. Ну, видишь, слава Богу. Через день все было доброе. Видишь? Бо Бог все может. Можешь и нарубить воду, и убрать, правда? У тебя братцы, братцы или сестры есть? Два братцы. Два братцы. Молодцы или старцы? Старцы. Угу. Один, то что 16, а один, то что 23. Угу. А мне семь. Тебе семь лишь? Половина. А ты в школу уже ходишь? Да. У третий класс уже переходим. А где твоя школа? Вот так. А это школа твоя? Да. Тут у вас одна школа на всех, да? Да. Понятно. Ви всі знают, да, одного одного? Да. А ты в який класс ходишь? В семи. В семи уже? В семи уже? То ты через сколько уже? Два роки будешь выпускник. Через четыре. Через четыре. Через четыре. Ну, смотри. В девятом классе закінчивается основная школа. Потом уже идут эти два класса. Это уже как додатковая. Ну, у нас так в Киеве. Можна с девятого уйти, например… У нас трех. Мы учимся до одиннадцати класса, а он до дванадцати. До дванадцати? Потому что сбудуют один класс. Сбудуют? Да. Сбудуют. То есть как это? Срабывают один класс. Ага. Понятно. Это, типа, додатковая навчальня? Так. А что это за такие вказки? Где что тут? Тут музеи. Хата, гражда. Там верхняя селивка. Там бустилка. Там терночка сухая. Что-что? Там горло. Пресило. Тут у нас козилка, там терночка и сухая. Понятно. А это уже у нас идет супермаркет, да? Верховы не такие самые. Верховы не такие самые? Размазано. Да. Когда потеплее продают пиво. Классный разлив. Магазин тут вот такой обычный, нормальный, стандартный супермаркет. Есть, в принципе, все, что нужно человеку для жизни. Я думаю, даже немножечко больше. А я люблю холодненькую всякую штуку. Но тут такой нет, который я люблю. Так что придется брать водичку. Обычно. А так есть полностью все, что нужно. Но вот это не нужно. Да? Броня! Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы находимся возле речки Черный Черемож. И ребята привели меня сюда показать, как рухнул огромный бетонный мост. И можете себе просто представить, какой силы были потоки этой воды. И как сильно она поднялась. И что вообще происходило себе. Просто представьте или посмотрите в интернете, что показывали новостные каналы. Пойдемте, ребят, покажите. Покажаю я. Эдик, что там есть? Как-то там. Эдик, докуда вода шла? Куда? Видите, вот там зигнути дерева. Вот там аж вода была. Просто посмотрите и представьте себе, что тут происходило. А уж ты надо так делать. Да. Леша, что скажешь? Ничего. Гроши, девицы, девицы, девицы. Где, где, где? А тут. Ага. Александр, а ваше мнение по этому поводу? Капец. Капец полный? Нет, Леша. И ты еще восемьерик вернулся. Не хотелось, чтобы так повторялось? Хотелось. Чего? Просто. Весело тогда? Да. Файна, прическа без песни. Файна, прическа без песни. Тяжело. Изматывающе. Тем более бегать по такому полю, которое вот такое вот. И сейчас я нахожусь в таком вот помещении. Это помещение, в котором можно спать на вот этих кроватях. А подо мной тут гудут пчелы. Вы можете прислушаться сами. Я вам сейчас покажу, приближу. Для лучшего понимания я вам просто сейчас выйду на улицу и покажу, что это реально так и есть. Вот пчелы залетают туда. Видите? И тут уже можно послушать, как они... Отхожу подальше, потому что боюсь, чтобы не щелкнули. Вот, пожалуйста, улики. И с другой стороны тоже отверстия. Вы можете видеть, пчелы туда слетаются очень активно. Ну что ж, буду заходить и отдыхать на уликах. Послушайте. Гудит очень интересный такой звук, как будто бы огонь или какая-то, не знаю, вода течет. Интересный звук. Ладно, и отдыхать. А теперь смотрите вот такой прикол. Я нахожусь на велике. По-местному он называется ровер. И еду прямо. А прямо, друзья, у нас вот такая ситуация. Затопленный всеми известный мост. Вот такой вот. Я на нем еду. Просто на велике. Спокойненько. Вот тут надо очень спокойненько. Потому что мы можем упасть в реку. Вот так вот. Привет, друзья. А теперь мы находимся на другой стороне этого обрученного моста. Ребята тут ловят рыбу. Я вам просто хочу показать. Смотрите. Зацепила за такие канаты вот эту всю тему, которая нагребается туда. И очевидно, что мост вряд ли выдержит еще долго. Но мы подъехали сюда. Вот видите. Обрушилась вот такая труба железная. И мост просто разрушен. Было очень сильно. Очень. Такие вот плиточки падали. Что ловишь? Я помню. Яку? Щуку. И что, споймалась? Нет. А на что ловишь? На сельника. Ты мне можешь рассказать? Это что такое? Трусилки? Ну, трусилки все было через кухню. Стояли там. Это упало. Так. И то понятно, что все туда. И так вот тягнет, да? Да. Да. Ну, это небезопасно начинка, так? Может и отрывать мост? Нет. Если будет такая... Или падает дождь в такие дни. То и может отрывать. А ты что скажешь, Матвийчико? Ничего не скажем. Но страшно. Тоже страшно. И чтобы все это сейчас заварилось и в тебе было... Аминь. Аминь. А сейчас мы едем по горной дороге. Такой вот серпентинчик. Справа от нас река. Слева от вас. Но сзади у меня есть маленькие киндеры. Вот. Саня, Матвей. Это мои тут здешние друзья. Очень хорошие ребята. Что Саша, что Матвей. Прекрасные укулы. В общем, передаю вам привет, друзья. Ставьте лайки. И не забывайте подписываться на канал. Правильно, ребята? Да. Оставляй колокольчик и не пропускайте новые виды. Вот видите, даже тут об этом знаю. Друзья, помните я вам рассказывал, что этот мост обвалился? Сейчас мы пришли с ребятами посмотреть на этот мост. И всего лишь за два дня местные жители без чьей-либо помощи тракторами и специальными зилами, такими большими машинами, сами починили этот мост. Посмотрите, что тут произошло. Вот здесь стояли такие большие трубы. Эти трубы сейчас находятся вон там. Дорога уже полностью утоптана, утрамбована. Ребята отсюда брали землю и накидывали вот сюда с этими всеми большими камнями. Представьте себе, что такое природная сила, которая может снести вот такую огромную насыпь. Что? Помста природица называется. А за что помста? Люди сейчас нарубили не та природи, пошкодили природи, а природа помстилась. Видите, как маленький ребенок понимает тонко эти все вещи. У них тут, конечно, весело. А там на верхушке находится церковь, друзья. Очень хорошая. Я там был несколько раз. Хорошие службы. Отец Иван тут есть, рыборук. Иван Васильевич, интересный человек. Друзья, прошу вас поддержать. Каким-нибудь комментариям вот эту природу. Просто посмотрите, как она вам скажите. Сейчас такой день, что мы работаем всей нашей семьей. Ну, как нашей. Семья людей, у которых я живу, я уже тут как член семьи. Они работают. Целый день, даже несколько дней собирают сено. Для своей скотины на зиму. Я хочу вам показать вам прикол, как они ездят на снофар. Подъезжает машина. Поставят вот такую палку под саму кучку, называется копытца на украинском языке. К машине. О, человечек уже отдыхает. Высовывают палку туда. Раз. Оп. сон. Обматывают верёвка. Вот та куча, которая передвигается. Это человек. вот таким образом и завозятся эти все копычки а копыти туда в сарайчик вот пожалуйста вся семья вот уже человек беремен 9 месяц все равно работает все и бабуля и дедуля и внучка и ребята за денежку работают вообще если честно посмотрите какая природа тут как тут можно не хотеть работать я не знаю это же все для самих же себя делается классно ну что прокатать не божаете с тобой вместе ой ну не знаю она потянет нас двоих ну попробуем ну давайте попробуем ну как от такого можно отказаться друзья ну поехали так поехали вот так нет вот так так и должен держать рухай деду рухай давай давай деду что натягни рухай деду не идет